добрый день уважаемые участники начинаем наш вебинар скажите пожалуйста хорошо ли меня слышно и видно в чате поставьте плюсик либо да либо единичку и тогда я буду продолжать отлично хорошо спасибо большое если в процессе будут возникать какие-то технические сложности пишите пожалуйста в чате и модератор будет помогать вам с ними справляться итак позвольте мне представиться меня зовут юлия белонок я методист школы skyeng рада что у нас есть новые имена и рада приветствовать всех кто у нас уже не в первый раз на нашем вебинаре сегодня у нас очень интересно актуальная тема которые затрагивают практически всех и студентов и преподавателей называется на как помочь студенту полюбить грамматику и традиционно наш вебинар будет длиться 60 минут из которых 40 минут я поделюсь информацию которая подготовила и оставшиеся 15-20 минут отвечу на вопросы которые у вас могут появиться для этого чтобы не забыть потом что вы хотите спросить можно вопросы писать специальную вкладочку она находится над вашей презентации над презентация вернее сверху и так и называется вопросы потому что если вы будете писать чат вопросы они могут потеряться то есть если у вас есть какие-то комментарии дополнения пишите пожалуйста в чате какие-то важные вопросы которые требуют обсуждения пишите пожалуйста в ту вкладочку которой я говорила вопросы и так будем начинать и надеюсь к нам еще позже присоединяться скорее всего просто опаздывают и прежде чем мы начнем хотелось бы знать ваше мнение как ваши студенты относятся грамматике либо когда вы были студентами какое у вас отношение было грамматики что вы думали вообще о ней как как это было вам либо вашим студентам можете пожалуйста поделиться буквально несколько слов какое отношение что думаете о грамматике скучно интересно очень тяжело легко сначала было сложно буквально одно-два-слова это school was really boring да согласно с вами анастасия скучно согласно сами виктория у меня было абсолютно такое же отношение было отдельным предметом да поэтому заниматься только грамматикой было скучно совершенно верно сложной спасибо всем огромное вот и у меня и у моих студентов которые ко мне приходили также было подобное отношение да из-за чего оно случается там татьяна по поводу очень часто слышу не нужна грамматика тоже спасибо за то что написали это мы можем объяснить немножечко тогда поговорить немножечко позже что нам делать с такими студентами то а сейчас все таки поговорим о тех студентов которые считают что грамматика это сложно скучно что-то непопулярно у меня не получится либо и вообще не хочу я учить и очень часто такое отношение у студентов именно потому что преподаватели используют грамматико-переводной метод да я думаю по школе многим из них и из вас он известен если мы посмотрим на табличку с левой стороны так как это было ранее грамматика была главной целью обучения у преподавателя была доминирующая роль он лидировал и жестко контролировал весь процесс абсолютно правила сообщались в готовом виде такой некоторый лекционный стиль может быть вам знакомо когда преподаватель на доске пишет много-много всего нужно заучивать формулу зазубривать это да потом на следующем уроке еще просят рассказать пересказать все правила после заучивания после разбора подробного правил были механические дриллы было очень много переводных упражнений да основная модель это все-таки объяснение и дриллинг дриллинг абсолютно разный и самая большая проблема что не было коммуникативной задачи именно из-за такого подхода у многих ну конечно грамматика не такая простая да конечно же но из-за такого подхода очень многих сложилось такое мнение что же изменилось в коммуникативном подходе так как сейчас мы преподаем грамматику во первых сейчас грамматика для нас это инструмент для развития рецептивных это аудирование чтения и продуктивных навыков продуктивных это говорение и письмо то есть грамматика это не самая главная цель и она скажем так обслуживает остальные виды речевой деятельности сейчас самое главное для нас это автономность студента то есть мы всяко поощряем автономность такой есть принцип гайд discovery мы немножко позже о нем поговорим грамматика сейчас имеет практичную и коммуникативную направленность и основная модель который сейчас используется это ппп презентейшн фректе с продакшен а мы эту модель рассмотрим более подробно сейчас если вы посмотрите на следующий слайд то типичный урок по грамматике обычно представляет собой три больших этапа первый этап это презентация он также разделяется несколько этапов введение либо лидин извлечением на русском как-то не очень звучит на английском лучше элиси тейшн пояснение второй большой этап это контролируемая практика либо пректис и еще один этап это продуктивная практика продуктивная стадия либо production вот мы каждой об этих стадиях поговорим я попробую вам показать как можно креативно преподавать грамматику на каждой из этих стадий если у вас есть какие-то дополнения либо может быть какие-то свои предложения как вы преподаете буду рада прочитать также в чате ваши комментарии и так начнем с самой первой важной стадии да почему она важна потому что как я уже говорила в современной методике фокус перемещается от объяснение преподавателя к исследовательской деятельности самого студента поэтому мы и вводим грамматическую структуру можно это сделать двумя способами это ситуация или это текст два самых основные есть конечно другие но это наиболее такие практичные и теперь посмотрим на примере до презентации на основе ситуации допустим представьте что я преподаватель и я принесла свою фотографию в детскую вот вы видите ее на слайде и я вам рассказываю то есть моя задача какую-либо интересную ситуацию выбрать ну я думаю что интересно вашим студентам будет увидеть фотографию преподавателя в детстве либо в юности и здесь на этом этапе моя задача чтобы студенты просто заметили что в моей речи появилась что-то новое новая грамматическая структура также можно допустим для той же ситуативной презентации использовать реалии реальные существующие объекты допустим я прихожу на урок хочу выучить тему going to и рассказываю студентам I'm going at six o'clock to have lunch with my friend at five o'clock to visit my granny и так далее либо может допустим использовать карту вот на мне и за стеной если я использую have been например I have been to scotland I have been to england и так далее а также сейчас в чате я вам скину два примера вы можете посмотреть их после того как закончится наш вебинар а первые одну минутку первая презентация преподаватель на фрагмент уроков которые преподаватель объясняет разницу студентам презентуют present perfect и past simple и вторая в которой преподаватель использует презентуют present perfect во втором примере не очень удачно лексически да там преподаватель разбирает предложение she has cut her hair что в принципе неправильно но зато у нее очень интересно представлен визуальный материал и она использует график то есть вы тоже можете с этим ознакомиться итак идем с вами дальше по поводу ситуации более менее ясно то есть вы можете говорить о себе вы можете говорить что у вас есть друг который и о нем рассказать здесь важно следить за тем чтобы речь преподавателя не была слишком долгой да чтобы это не был такой длинный длинный монолог который забирает ценное время у студентов что-то довольно краткое но при этом интересное так идем тогда дальше с вами следующий вид презентации это презентация на основе текста я думаю что всем вам знакома эта презентация потому что это самая обычная презентация в которой используется в современных учебников учебниках коммуникативной направленности этот текст взят из учебника new english file intermediate и здесь грамматическую структуру на которой мы обращаем внимание это past tense если вы посмотрите в тексте здесь есть примеры past continuous примеры past simple примеры past perfect в чем преимущество презентации на основе текста преимущество в том что студенты видят структуру в связанном контексте целом предложений и им легче догадаться о ее значении исходя из этого и второй большой плюс то что вы параллельно можете тренировать и другие то есть мы здесь работаем и с чтением мы обращаем внимание здесь с лексикой и конечно финально выводим на грамматику то что нам нужно то есть получается такой микс уже вроде бы как они отдельно грамматика да может быть даже те студенты которые не хотят учить грамматику то они все равно в любом случае в этом же тексте столкнуться с некоторыми грамматическими моментами далее еще один вид кстати на основе текста имеется ввиду здесь более широком смысле не обязательно только текст это может быть аудирование может быть диалог может быть просто отдельно какие-то предложения самое главное здесь связанный контекст и большинстве учебников это тип презентации есть потому поэтому преподаватель не всегда нужно что-то придумывать хотя на основе ситуации тоже интересно и можно для разнообразия использовать подскажите пожалуйста коллеги вопрос к вам используете ли вы презентацию на основе ситуации или либо на основе текста чаще всего текст или ситуация на основе ситуации то есть вам вам это знакомо да ситуации мы можем если мы презентуем на основе ситуации то мы можем сэкономить время это может пройти быстрее но зато если на основе текста да то мы можем здесь все таки потренировать и другое текст для них скучин да смотря ольга смотря какой текст да если есть текст довольно очень интересные здесь тоже по-разному я так думаю что самый идеальный вариант это комбинировать иногда на основе текста иногда на основе ситуации далее такой еще момент как мы можем еще разнообразить вот допустим можем использовать такие техники работы с текстом для презентации грамматики она это эта техника подойдет для среднего уровня и выше допустим вы берете текст которым есть ключевая грамматическая структура в данном случае это был пассивный залог я удалила отсюда все случаи либо частично случае пассивного залога выдаю этот текст студентам и прошу их дополнить предложение так как они считают нужным затем они сравнивают в парах и после этого преподавателя выдает им оригинальный текст как это было на самом деле студенты сопоставляют сравнивают и здесь их задача догадаться и понять почему именно эта структура лучше всего вяжется с текстом да почему именно здесь она используется таких техник на самом деле очень много если ваши студенты не находят скучным работать с текстом то есть отдельный учебник и в котором есть описаны эти техники если будет интересно то в конце презентации я отдельно скину на него ссылочку здравствуйте мария мы в принципе только начали только поговорили о презентации на основе ситуации текста и теперь еще еще один такой пример как мы можем еще презентовать допустим использовать название фильма в презентации почему это интересно студентов потому что это аутентичный материал потому что он связан с реальной жизнью и практически все студенты любого возраста интересуются фильмами и либо песенным материалом здесь конечно же эта презентация не подойдет для совсем новичков она подойдет для уверенного уровня elementary либо даже для low pre-intimited мы берем здесь известные названия фильмов например the rings lord the lot of the rings да и так далее студенты вначале выбирают правильный вариант потому что многие из них даже если не знают каких-то слов они часто в интернете находят название фильмов у них это на слуху особенно самое интересное про lord of the rings либо harry potter наша задача здесь во первых вызвать интерес да то есть мы здесь также можем спросить знаете ли эти фильмы смотрели ли эти фильмы и второе наша задача здесь студенты должны заметить как передается притяжательный падеж в английском языке когда мы используем ов когда мы используем апостроф когда используем апостроф и с то есть дальнейшее мы будем уже в следующем этапе мы будем помогать им наталкивать их на мысль с помощью наводящих вопросов и помогать им анализировать подобный вариант же только с использованием песен песни можно подобрать абсолютно разные можно какие-то более популярные которые знакомы не вашим студентам если это подростковая группа это одно если это взрослые возможно другие и мы здесь выдаем какой-то допустим их список либо пишем и и просим грубо говоря подчеркнуть глаголы в которых есть окончание инг а затем с помощью наводящих вопросов уже студенты догадываются зачем нам вообще нужно окончание иных здесь то есть песни и фильмы название это всего лишь способ вызвать интерес у них да и показать что в реальной жизни грамматика тоже очень часто используется и в фильмах и в песнях ольга пишет хорошо на песнях боба дилана прошедшее время объяснять и так кстати есть отдельные даже очень много учебников которые используют песенный материал для изучения грамматики да это я думаю что очень популярно когда студенты слушают заполняют пропуски да и либо потом мы выдаем пример это очень хороший способ и отлично отлично работает при группе если особенно у вас подростки для подростков это вообще песни для изучения грамматики это идет просто на ура идем с вами дальше после того как вы презентовали грамматику я думаю что это можно делать разными способами и проявить находчивость и сообразительность после этого мы переходим к следующей подстадии презентации которая называется элиситейшн либо стадия извлечения она собой представляет преподаватель задает вопросы которые помогают сфокусироваться на значении это concept questions вопросы которые помогают сфокусироваться на форме и анализ предложений из текста после стадии элиситейшн может следовать а может и не следовать она бывает не нужна стадия экспленейшн либо кларификейшн но что здесь нужно помнить в любом случае мы избегаем долгих запутанных объяснений помним что наши студенты это не они не профессора лингвистики им не нужны никакие термины такие какие-то сложные и наша задача здесь максимально просто и кратко объяснить им например используя графики картинки таймлайн немножко позже я приведу пример то есть если мы представим урок грамматики на сто процентов то объяснение преподавателя будут занимать всего лишь процентов десять не больше да и задача преподавателя максимально сократить объяснение задать как можно больше вопросов чтобы студенты сами догадались о значении и о форме этой структуры и тогда у студентов будет ощущение что во первых они сами это исследовали они сами до этого додумались и течество кентайм будет намного меньше чем когда мы разворачиваем такую большую лекцию а по поводу элиситейшн здесь пример давайте представим что мы с вами уже разобрали какой-то текст либо какой-то ситуации и сейчас я на доске выписала это предложение либо если вы работаете в онлайне это предложение я написала в чате he had hidden the money before she came in представьте что вы все студенты мои я буду задавать вам вопрос а вы можете кратко отвечать в чате хорошо look at the sentence how many actions are there in this sentence thank you two actions okay well done next one can you name these actions what actions are there what two actions yes я дожидаюсь ответа первого хорошо hide the money and came in well done so he had hidden the money and came in okay next question which action happened before another one which action happened earlier head hidden well done thank you so head hidden is the past perfect how do we form past perfect hidden how do we form head plus thank you head plus third form of the verb то есть подобные вопросы вы можете задавать студентам уже начиная с уровня уверенного elementary и здесь с помощью этих вопросов то есть студент сам ответил на них и у него у самого уже сложилось впечатление зачем мы используем past perfect для чего нам это время при этом я не начинала с долгих объяснений я просто задала вопросы и студент мне дал ответы если все же все таки потому что грамматика бывает сложная и не всегда обойдешься только этапом elicitation если возникает необходимость и мы хотим объяснить объяснить дополнительно то очень хорошо использовать наглядно timelines так называемые вот допустим я хочу еще раз это прояснить то что студенты мне сказали и допустим предложение i had hidden the money before she came in я рисую допустим допустим если у меня если я работаю в офлайне да то обычно на доске рисую timeline да и рисую два действия если я работаю в онлайне то я ищу либо картинку готовую в интернете на гугле да либо я сама делаю презентацию и вот составляю рисую такой timelines то есть я им показываю что had hidden да случилось раньше чем came in на временной вот такой линии либо второй пример he was cycling to work when the accident happened да я рисую такую вначале длинную полосочку действие идет и затем я прерывается оно he was cycling прерывается чем accident happened либо третье while they were sleeping Bob was cooking я рисую так что два действия у меня одновременно происходит на временной линии вы можете абсолютно использовать свои обозначения то есть рисовать как угодно но наглядно это всегда намного интересней я думаю что вы тоже можете в интернете по этому поводу найти много чего дополнительного ну допустим лучше нарисовать timelines и сэкономить при этом много времени чем я буду рассказывать в пяти или шести предложениях рассказывать студентам я думаю что вы тоже пользуетесь timeline и мы идем с вами дальше по поводу концептуальных вопросов что это такое иногда нет смысла у студента спрашивать do you understand особенно если вы работаете в группе то студенты ответят чаще всего что они понимают потому что во первых им неудобно перед другой группой что все поняли они нет либо они думают что они понимают но на самом деле они не понимают поэтому этот вопрос не всегда имеет смысл и современные методисты вместо этого вопроса предлагают использовать concept questions либо концептуальные вопросы это такие вопросы которые помогают студенту понять значение данной грамматической структуры вопросы формулируются таким образом что студент обычно отвечает да или нет ну как-то довольно кратко и у нас здесь есть предложение на слайде he lived in Rome when he was a child he lives in Barcelona now допустим мне интересно понял ли студент past simple это довольно простой пример но есть некоторые грамматические структуры которые студенты не понимают сразу я задаю такие вопросы does he live in Rome now да студенты отвечают no did he live in Rome in the past yes when when he was a child и таким образом студенту становится понятней и мне становится понятно что студент усвоил что это прошедшее время и что у нас дан какое-то конкретное время более-менее конкретное when he was a child конечно же использовать концептуальные вопросы не просто это обязательно не требует подготовки пока вы не приобретете подобный навык кстати концептуальные вопросы используются не только в грамматике но также в лексике чтобы прояснить знают ли они значение лексики их тоже можно использовать итак идем с вами дальше и после большого такого этапа презентации мы переходим ко второму этапу контролируемой практики либо practice контролируемая практика представляет собой такую более сначала упрощенную модель простую практику когда мы отрабатываем структуру без наслоения других видов речевой деятельности и обычно это скажем так безопасное окружение где студенту требуется открыть скобки поставить в правильной форме выбрать правильный вариант то есть то что не сложно пока он не ничего не производит никаких предложений заданий и так далее своих собственных пока мы только отрабатываем форму отрабатываем значение но иногда тоже не очень интересно просто кликать заполнять пропуски что-то щелкать и в принципе мы из обычного вот такого репродуктивного упражнения можем сделать коммуникативное задание допустим я предложение которое вы видите на слайде я их слегка видоизменила добавила в большинстве случаев I либо my и так далее my diet my family для чего я это сделала для того чтобы когда мы проработали со студентом форму он выбрал правильный вариант keeps либо is keeping gets либо is getting я задаю ему вопрос what sentences are true for you и он здесь начинает объяснять что правда то то и то и объясняет почему либо наоборот спрашиваю почему эти предложения неправда о нем почему они не подходят то есть таким образом мы сменяем активность потому что когда вы даете допустим три подряд упражнения по грамматике то можно действительно уснуть после этого здесь мы разбавили мы дали упражнение грамматическое разбавили спикингом немножко плюс спикинг будет скорее всего без использования новой грамматической структуры студент просто выразить свое мнение и затем мы можем обратно вернуться еще какому-то упражнению и продолжить закреплять далее что мы еще можем сделать всем знакомы дрилы что такое дрилы например преподаватель говорит swim студент говорит swim преподаватель говорит write студент говорит road и так далее то есть очень часто использовали советской школе при грамматико-переводном методе дрилы в принципе у них все равно есть свое преимущество до сих пор их используют но мы можем немножечко их видоизменить каким образом допустим вписать в какую-то интересную юмористическую ситуацию вот допустим у нас диалог такой нам нужно отработать структуру нам нужно отработать структуру студенты обычно студенты обычно испытывают сложности в ее даже произношении поэтому нужно повторить несколько раз мы здесь можем вместо подчеркнутой фразы поставить новые поставить вариации какие нам даны и получается диалог у нас будет наоборот допустим один из студентов либо преподаватель говорит и студент если это индивидуальное обучение говорит если групповое обучение то можно сделать это в парах один студент говорит предложение второй на него реагирует далее тоже такой как не совсем вариант дрилов но допустим мы изучаем тему степени сравнения я даю готовую форму здесь студенты проговаривают это предложение и должны добавить всего лишь какое-нибудь одно слово либо какую-то фразу здесь получается что если я просто начну бездумно они начнут повторять за мной это не очень интересно но когда они проговаривают и добавляют свой вариант это намного интереснее потому что все студенты любят говорить о себе практически все либо следующие варианты если мы учим инфинитив if i'm going to save up либо если мы учим i'm going три точки да учим present perfect continuous i've been dreaming of и так далее и несколько таких предложений допустим в этом же времени студенты их дополняют и получают такую практику проговаривают структуру в более интересном скажем так контексте чем просто они повторяют за преподавателем без какой-то коммуникативной задачи далее очень такой кладезь для нас для изучения практики грамматики это картинки картинки можно использовать практически везде в любых видах деятельности по поводу грамматики допустим если мы изучаем present continuous я могу студентов попросить посмотреть на две картиночки и спросить what is maria doing now они мне ответят she is walking in the park либо второй вопрос what are peter and mark doing now и они ответят если это уровень совсем начинающий допустим beginner либо лм слабенькие то можно конечно подписать над картинкой ключевые фразы walk in the park и ride a bike им будет намного легче далее учим going to те же картинки используем вопрос what is maria going to do this weekend они отвечают допустим учим past simple те же картинки например ну конечно мы будем их менять то есть просто я показываю как на основе картинок можно абсолютно разные времена отрабатывать what did mark and peter did yesterday точно так же will можно отрабатывать present perfect и так далее обычно это очень интересно очень интересно использовать картинки при отработке models of deduction что вы думаете должно быть скорее всего и так далее то есть обратите внимание на картинки если вы их не используете то можно скажем так пользоваться этим и студенты всегда на ура воспринимают вот такой визуальный материал следующая стадия это продуктивная на этой стадии уже закончились всякие заполнения пропусков трансформация и так далее и здесь мы уже студенты должны нам скажем так не нам должны придумывать уже использовать грамматическую структуру о свободной практике в своих предложениях чаще всего в школе допустим как я помню свои уроки преподаватель просил составьте предложение с этими словами и все согласитесь что это скучно зачем мне составлять предложение с этими словами для какой цели поэтому здесь нет коммуникативной задачи и студентам конечно скучно это делать но это делать нужно потому что студенты в любом случае должны употребить эту структуру в своей речи иначе если они не употребляют структура не усвоена что мы можем сделать здесь самый такой распространенный способ это использовать ситуацию допустим я изучаю со студентом Present Continuous for Personal Arrangements я для него чтобы он не просто мне посолял какие-то предложения с этой структурой непонятные я ему такую ситуацию придумаю представьте что вы занятый человек да если это взрослый человек работающий то представлять даже не придется и я вас буду приглашать ну я конечно инструкцию даю на английском просто сейчас вам рассказываю на русском я буду вас приглашать заняться какой-то деятельностью вместе но вы к сожалению в это время все время заняты и будете мне такой make excuse используя Present Continuous например преподаватель говорит would you like to go jogging this evening студент отвечает sorry I'm visiting my granny и также я диалог повторяю повторяю но вместо this evening подставляю eight o'clock tomorrow six o'clock for example this evening и так далее и так далее и так далее задача студента сообщить предложения какие-то используя ключевую структуру точно так же можем использовать prompt некоторые заготовленные такие предложения на которые студент должен прореагировать допустим ситуация представьте что вы поменяли работу что у вас новая работа и мы с вами два друга встретились разговариваем и вот я говорю you are so tired и студента задача студента придумать предложение которое содержало бы ключевую структуру допустим I'm not used to work in shifts точно так же другая ситуация представьте что у вас друг переехал в другую страну и сейчас вам жалуются this country is too cold for me ваша задача прореагировать используя структуру be used to либо еще третья ситуация вы любите помогать людям и какой-то человек вам говорит the phone is ringing respond to the sentences using will I'll answer it и так далее ситуации на самом деле большое количество есть отдельные очень интересные книги по грамматике где уже есть эти ситуации если будет интересно я также поделюсь немного позже далее что мы еще можем использовать есть самые такие распространенные типы коммуникативных заданий я думаю что вы знаете многие из них первое это find somebody who допустим студенты получили задание которые есть предложение с ключевой грамматической структурой например find somebody who has been to Thailand who has cooked sushi и так далее что угодно и студенты ходят по классу задают вопрос have you ever и так далее и ищут того студента который соответствует ну скажем категориям которые прописаны если вы работаете в онлайне конечно же невозможно и тем более индивидуально невозможно ходить по классу там что-то выяснять то такое задание можно немножко видоизменить и сформулировать его так do you know someone либо do you know anyone who например do you know anyone who is short do you know anyone who is bold и здесь студенты могут не только говорить допустим о тех людях которые они знают моя тетя мой дядя мой брат они могут говорить о каких-нибудь celebrities например приводить примеры что они знают вот такого-то актера который там лысый низкий и так далее далее spot the differences я думаю что тоже вам это известно дается две картиночки обычно это работа в группах making quizzes spot the lie даются три предложения студентам составить с ключевой структурой два из них должно быть правда одно неправда студенты зачитывают предложения а другие в группе угадывают что из них правда то есть тоже составление предложений но уже в более интересной ситуации board games random photo story когда вы даете различные какие-то некоторые картинки может быть как-то связаны между собой студенты по цепочке составляют историю с ключевой структурой alibi очень хороший метод для past continuous game of scrapples и так далее на следующем слайде я вам покажу два учебника возможно они вам также известны в которых есть большое количество грамматических игр самые популярные уровни elementary grammar games джилл хэтвилд они подойдут для элема и для при интермида и вторая вторая книга intermediate grammar games они подойдут для интермида и для upper intermediate на самом деле идеи большое множество и ресурсов большое множество самое главное проявить здесь вашу находчивость и креативность это все о чем я хотела с вами сегодня поговорить если у вас будут вопросы предложения дополнения буду рада обсудить и на них ответить если какие то вопросы дополнения поделитесь опытом может быть как вы работаете либо можно прокомментировать что полезного вы сегодня узнали что было для вас нового а что вы уже используете и так жду ваши вопросы во вкладочке вопросы если они у вас возникли есть у нас первый вопрос об учебниках с песенным материалом не могли бы поделиться названием анастасия мне нужно подумать я вспомню хорошо и в конце вебинара вам напишу либо когда вебинар уже закончится я поищу их сейчас не очень удобно мне отвлекаться и обязательно скину вам название учебника в чате если какие то еще у нас вопросы хорошо анастасия я напишу вам в начале был такой комментарий что студенты не хотят изучать грамматику вообще то в принципе в этом случае мы можем конечно же не делать акцент на грамматике мы можем им не объяснять правила совершенно да это даже не нужно мы можем просто предложить им какой нибудь активити что нибудь на спикинг которые содержат эту структуру допустим любую из тех ситуаций которые мы сегодня говорили какие промпты какая-то ситуация либо же просто даже самый простой способ предложить им подобное задание я же не говорю им что мы будем изучать грамматику я говорю просто выберите правильный вариант а теперь давайте обсудим что из них правда для вас то есть здесь они в любом случае хотят или нет мы сталкиваемся с грамматикой либо любое другое предложение do you know someone who и вписываем туда допустим нашу ключевую структуру получается что мы грамматику не изучаем как прям правило по всем да как это было раньше но мы говорим и затрагиваем эту тему а следующий вопрос у нас есть Ольга спрашивает можно ли им предлагать переводить русские предложения или это очень сложно смотрите Ольга смотря для какой цели если мы готовим переводчиков то конечно можно кстати некоторые студенты сами изъявляют желание что они хотят переводить есть и такое особенно если студенты старше по возрасту потому что просто они привыкли к переводной школе скажем так современная методика не предлагает перевода вообще почему не предлагает сейчас объясню потому что это провоцирует языковой барьер то есть когда мы приучаем студента переводить с русского на английский то в будущем студент чтобы сформулировать какое-то предложение он будет думать на русском про себя переводить и затем выдавать правильный вариант допустим носителю языка то есть в этом и есть суть барьера что во первых он будет тратить намного больше времени и наша задача научить его думать по-английски дать ему готовые структуры без перевода но если у вас студент конечно же просит перевод конечно же мы должны учитывать учитывать пожелания мы можем давать на перевод я так считаю что лучше всего на дом домой пусть дома переводят сколько хотят если ему интересно либо если это перевод то в любом случае в самом начале в самом начале все равно нужна более легкая практика то есть просто подчеркните правильный вариант дополните предложение а затем уже потом что-то переводить либо же перевод может быть тоже вписать его в какую-то ситуацию можно подумать я сейчас еще посмотрю что написано в чате интересно объясняете хорошие примеры спасибо марина многие приемы используют в своей работе но есть что-то новенькое спасибо марина за хороший комментарий полезный вебинар для начинающих да ирина для начинающих он полезный но я думаю что для тех которые преподаватели которые работают может быть что-то было тоже новенькое потому что мы все это прекрасно знаем но не всегда используем в своей работе что методика что английского что немецкого языка не слишком методика преподавания не слишком отличается Поэтому все то же самое вы можете использовать для немецкого языка. Единственное, что вместо английского все те же задания на немецком. Спасибо, Анастасия. Я рада, что было интересно. Я еще раз посмотрю на вопросы. Как же еще давать новичкам грамматику, если они не хотят? Давать шаблон, по которому они будут правильно составлять предложение или что-то? С новичками это, скажем так, наиболее сложный вопрос, потому что как раз им и нужна база. Допустим, если студент уровня интермид говорит, что мне не нужна грамматика, я говорю, да, окей, хорошо, мы просто идем, скажем так, углубляемся в говорение. Но студенту, скажем так, начинающего уровня, он без грамматики просто не сможет абсолютно. Просто единственное, что может быть в каком-то более интересных ситуациях, во-первых, им объяснить, что вы не будете тратить много времени на грамматику, вы не будете весь урок там что-то им объяснять, но грамматика нам нужна, чтобы правильно строить предложение. То есть они, конечно, могут говорить неправильно, их поймут, но, конечно, об их уровне сразу носитель языка, либо с кем они будут общаться, составит уже соответствующее мнение. То есть здесь самый такой верный вариант – просто выбрать какую-то ситуацию, что им интереснее, и уже на основе этого изучать грамматику. И, конечно же, с начинающими, да, по поводу шаблонов и правы, для начинающих без коммуникативных дрилов или вообще без дрилов не обойдешься. Но здесь можно использовать just chance, в которых я говорила в прошлый раз, они также содержат грамматическую структуру, либо давать какой-то скелетик, который они могут использовать. Тоже хороший вариант. Спасибо огромное за внимание. Елена, спасибо, Юлия. Есть ли какие-то у нас еще вопросы? Можно ли будет посмотреть запись вебинара и презентацию? Я думаю, что запись вебинара можно посмотреть. По поводу презентации – это вопрос к модератору. Анна, можете ли вы ответить, будет ли доступна презентация? И как именно будет? Спасибо, Елена. Если какие-то вопросы еще, хочу также напомнить преподавателям, которые у нас уже не первый раз, и также новичкам, что у нас есть рассылка. Вы можете подписаться и получать письма, где также есть полезные ссылки, где есть дополнительные учебники. Кстати, также есть у нас письмо по грамматике, где есть дополнительные ссылки на видеофрагменты и ссылки на интересные и полезные учебники. Завтра всем на почту придет письмо с записью презентации. Отлично. Можно также попросить модератора скинуть ссылочку на подписку на нашу рассылку. Я думаю, что, возможно, она будет вам полезной. Спасибо, Анна. Я рада, что вам нравится. Еще один вопрос. Вопрос от Олики. А как можно объяснить саму грамматики английского языка в двух словах? Можно ли использовать, как пример, программную логику? Ольга, не до конца понимаю по поводу программной логики, не совсем понимаю вопрос. Вы имеете в виду рассказать, как у нас построено изучение грамматики программы, что сначала идет у нас present simple, например, потом еще что-то? Уточните, пожалуйста, свой вопрос. Я не до конца его понимаю. Спасибо, Инна. Огромно. Я рада, что вам интересно. В любом случае, я каждый раз очень волнуюсь. Я надеюсь, что вам волнение моего незаметно. Я рада, что вам нравится. И буду рада вас увидеть в следующий раз. Спасибо, Татьяна. Ольга, пожалуйста, проясните, что вы имеете в виду, чтобы я смогла ответить. Хочу еще раз сказать, что, допустим, лично я, как преподаватель, я не вдаюсь в какие-то большие подробные объяснения. Я просто в самом начале объясняю, что язык изучается в комплексе всех видов деятельности. Например, даже когда студент приходит ко мне и говорит, я хочу только говорить. Я говорю, хорошо. Чтобы вам говорить, вам нужно понимать речь на слух. Для этого мы будем с вами время от времени заниматься аудированием. Чтобы вам говорить, вам нужен определенный лексический запас. Для этого мы с вами будем читать тексты, изучать лексику. Вам необходимо, чтобы правильно говорить, некоторые базовые элементы грамматики. Но в любом случае, если он говорит, мой студент, что ему интересен спикинг, то я, конечно же, спикингу уделяю самое большое внимание. Незаметное волнение. Спасибо огромное. Большие годы практики. Потому что преподаватели вынуждены иногда это. Спасибо, Ирина. Задам по-другому. Вот если показать пример понимания команд и ответ на них, можно ли так? Ольга, прошу прощения, не понимаем все равно понимание команд. Каких именно команд? И ответ на них. Очень жаль, что невозможно задать вопрос голосом, но письме не всегда бывает понятно. Пример понимания команд. Ага, ну вот пример. «Ты есть голодный», да, как, так, так. То есть «Ты есть голодный», получается, мы должны переводить здесь. Пример, вопрос, ответ. Вы знаете, я думаю, что многие техники имеют право на существование. Я прошу прощения, но не до конца понимаю именно ваш вопрос. Возможно, можно пробовать по-разному. задавать вопрос с той же грамматической структурой и ответ с этой же грамматической структуры. Возможно, так, да, нужно смотреть на студента. Честно говоря, затрудняюсь что-то сказать по этому поводу. Открытьте, пожалуйста, коллеги, есть ли какие-то вопросы у вас еще. Обратите внимание, пожалуйста, в чате есть ссылка на подписку. Еще один вопрос. Ольга, я извиняюсь, непонятно просто по переписке. Просто не могу понять суть вопроса. Поэтому я бы на него ответила, но, к сожалению. Спасибо, Марина, огромное. Вы тоже молодец, что нашли время и пришли. Уважаемые коллеги, если вопросов больше нет, я немножечко позже скину название книг, которые просила Анастасия. Спасибо всем огромное. Надеюсь, было полезно для вас. Жду вас на следующих выпусках. Желаю вам успехов и развивать ваши профессиональные навыки. Хорошего дня и до следующих встреч. До свидания.